здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко как всегда мы говорим о людях и о событиях о том что интересует всех жителей городского круга люберцы и только городского круга люберцы потому что сегодня мы поговорим о месячнике белой трости который я так понимаю проходит наверное по всей стране об этом мы узнаем у николая васильевича кирова со педагога реабилитолога артиста радиотеатра гомер который пришел к нам сегодня в гости здравствуйте николай васильевич добрый вечер ну что правильно да действительно действительно это не только российский но и всемирно а то есть это всемирный во всем мире не праздник даже а вот они межика просто отмечают этот день тоже когда говорят праздник мне это не нравится это народ любит праздники поэтому назвали месячник значит праздник но это все правильно дело в том что у нас 13 ноября всемирный день слепых это день рождения основоположника тифло педагогика валентина гуи поэтому месячник это ну как обращают внимание или говорят об этом больше то есть больше внимания уделяют этому вот людям с белой тростью я даже вижу что и баннеры до развешанные московской области в том числе да и белая трость вот я принес она раскладывается я не знаю как ее здесь можно или нельзя разложить но вы просто вот расскажите давайте вот начнем просто почему именно белая трость откуда такое название и кем она была придумана дело в том что здесь несколько есть гипотез но самое правильное наверное это 1921 год это английский фотограф который потерял зрение он задумался а почему все ходят ну с одинакового цвета тростями и с белой тростью идет то есть с этой желтой там черной тростью и человек хромой и слепой и джельтмен как будем говорить да и он задумался на эту тему потому что ездили машины а сами представляете водитель не может оценить ситуацию если идет с тростью человек видит он или он не может бежать хромой или еще просто на поэтому он выкрасил трость белый свет и стало понятно что если идет человек с белой тростью то должно быть еще повышенное внимание водителя правильно я понимаю что до того как он выкрасил трость белый свет свет фактически такой трости и не было то есть не такой такой был как на эти вот светофор для пешеходов да так и трость стала беда символ человека который рабе мезли до у которого проблемы со зрением причем мы понимаем что это буквально два слова потом вернемся к трости ведь сегодня существуют разные проблемы со зрением да есть люди которые проект практически совсем не видят или не видели никогда с рождения есть люди которых потеряли зрение в силу ряда обстоятельств да а есть люди которые к несчастью но теряет зрение по ходу своей жизни довольно серьезно но потому что такое серьезное заболевание у вас нет никакой информации вот сколько у нас на сегодняшний день в россии людей с проблемами со зрением но вот такими серьезными нет вы знаете вряд ли я сейчас скажу но вот по например вот люберевскому району у нас есть общество на улице инициативной да там на учете стоит 310 человек где-то примерно да но если коснуться истории я вот был председателем первичной производственной организации девяносто первом году у нас работало предприятие на предприятие работала 800 человек а инвалидов 1 и 2 групп работала 412 человек сейчас вот на учете состоит 310 работает 12 человек на предприятии то есть такая тенденция идет что убывает все ну конечно одни ушли других уж нет многие в москве работают ну это проблемы но поюся равно к сожалению люди продолжают приходить в этот мир с проблемой со зрением изначально мы вернемся к современности наверное финале нашей программы просто интересно понять как сегодня и чем может заниматься до человек которым давать условно зовем с белой тростью а сейчас вернемся к ней самой и так 1921 год трость сейчас я так понимаю она какая-то особая может быть это трость или как да дело в том что трость их существует несколько видов есть ориентировочные трости которые вот так где-то примерно до груди так это то есть ты можешь намного больше вокруг себя пространство ощупать то будем говорить если человек видимо и диаметр вокруг тебя тоже за да 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 естественно потом есть опорная трость которая идет только до бедра у меня вот трость складная она метр двадцать высотой так есть сигнальная трость она небольшого но это когда дорогу переходишь ты просто показываешь водителям что ты плохо видишь то есть под не какой-то знаки специально потому что тут еще в чем проблема люди с проблемами зрения все это понимают а водительник не каждый даже знаю такой белая трость он как понимает извините когда права сдаешь вам но вы же понимаете что не к сожалению не все у нас за юра пока или даже нет кстати даже они могут сдать права но это забывается потому что и знак этот не часто стоит кстати тоже на дорогу да и потом белая трость у нас на она еще покрыта светоотражающего для рукой то есть в темное время года она отражается свет отражается и поэтому видно что идет с тростью с белой вот это тоже большое вот изменение с тем что было тогда да ну хорошо а николай силич мы еще во второй части программы вернемся уже к современности давайте все таки узнаем с вами как я уже сказал эта проблема вековая к сожалению люди все разные иногда происходит то что появляется на свет человек с проблемным зрением вот наверное же человечество до 13 ноября вот будет отмечаться события о котором вы тоже нам расскажите вот с чего все начиналось когда человек задумался на тем что нужно как-то помочь этим людям ну когда появились государства так то есть одна из института общественные появились до были цари и так далее то есть были битвы во время битвы люди слепли вы начальники и в то время тогда вот царь он выделял уже тогда землю и рабов то есть уже какая-то была забота об этом а почему не слепли во время битв из-за чего ну вы извините мечом вам а вот в этом смысле ну да то есть но это во время режущего лишь во время войны все было вот и вот что интересно меня всегда поражало и сейчас поражает вот тогда был например такой закон хамурапи ну многие кто изучал историю помнят такой да так вот в этом законе было написано что если лекарь делает операцию катаракты в то время делали такие уже операции это до нашей эры да и после этого того после операции клиент ну или слеп то лекарь платил этому клиенту если после этого клиент видел то клиент платил лек это очень интересно представляете до нашей эры это было сейчас у нас этого нет сейчас у нас вы пишете расписку об этом что они не отвечают ну и ты как бы все понимаешь старается скажем так медицина переложить всю ответственность на меня самого да если 10 самое что-то происходит на клиент так что было потом когда потом пришелся прогресс 15 веке я вам так скажу не уже другой строй был да и один монах в испании задумался а почему вот слепые люди не могут не писать не читать и он изобрел вот знаете вот такие типа глиняные эти таблички и там выпуклый шрифт был ну кончилось тем что его и гнали из монастыря и предали анафеме из-за чего из-за того что он научил читать и писать а это не всегда а это уже на власть и инквизиция была и тогда было к науке совсем другое отношение она самый такой прогресс ты когда сдвинулась все это это тысяча семьсот девяносто второй девяносчетвертый 18 век да тогда наука шла вперед много было интересных философских трактатов кстати вот был такой трактат гидро который написал сейчас скажу письмо слепцов на свидание зрячих но а я бы хотел рассказать о валентине гайи я говорил что это основоположник тифлопедагогики который родился 13 ноября 1745 года семье ремесленника закончил институт прекрасно карьера его пошла работал в министерстве иностранных дел так и вот представляете проходя по улицам парижа он заметил как ловко слепой певец определяет это один-два франка и так далее да на ощупь и он задумался а почему бы нам не изобрести эту письменность и научить не научить их читать писать он изобрел это примерным письменно состояла ну кружочки тире точки выпуклый шрифт ну как азбука морза да 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 только выпуклый шрифт он подготовил четырех слепых людей так и они поступили в институт и окончили институт время тогда было так будем говорить парижская коммуна вот здесь революционная да да революционной и демократической так будем говорить да вот и он обратился к власти и открыли институт слепых в 1805 году он получил приглашение из россии император российский пригласил его в санкт-петербург для обучения людей с проблемами зрения 1806 году он приехал то есть он ехал целый год это санкт-петербург останавливался берлине в вене варшаве львове и везде основал вот эти вот ну как будем институт для слепых будем их обзывать да вот и с собой он прихватил двух своих учеников много наглядных пособий было это выпуклый шрифт и так далее все вот 11 лет он был санкт-петербурге и что интересно как вот у нас это вот разгильдяйство в россии до целый год он обучал людей с проблемами зрения но не получал зарплату только через год император назначил ему же может проверяли настоящий вот но в конечном счете после того как он ехал до семнадцатом году очень неприятная вещь произошла его не пустили в тот же институт которого создал его обвинили как якобыста ну времена такие такие были времена головы там летели тогда и в общем перед смертью он ослеп он умер 1822 году то есть прожил 77 лет и на деньги вот именно людей учеников его ему построили памятник так что если кто был в париже можете увидеть этот памятника этот институт ну вот спасибо большое за на такой исторический портрет человека до который сыграл ну на мой взгляд одну из важнейших ролей до в жизни людей с проблемами зрением но о том как живут о том как живут люди сегодня в нашей стране в том числе в городском округе люберцы в московской области в россии мы поговорим с николаем васильевичем кирова сам буквально через несколько минут напомню что вы смотрите программу открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях николай васильевич кирова педагог реабилитолог артист радиотеатра гомер кстати забегая вперед скажу что мы решили завершить нашу сегодняшнюю программу собственно говоря монологом так что у нас сегодня будет такая театральная страничка николай васильевич но прежде давайте поговорим история понятна сегодня на мой взгляд за последние годы в российской федерации все-таки существенно сдвинулись по направлению к людям у которых существует проблемы со зрением ну по крайней мере внешне да у нас дорогах и специальное устройство дорожки да очень часто я например сталкиваюсь тем что какие-то объявления вплоть до в музеях некоторых картины да можно прочесть их если человек плохо видит или не видит вовсе а как вы считаете сегодня отношение к таким людям изменилось вы знаете я наверное думаю что в принципе вряд ли наверное что-то изменилось потому что самый расцвет всероссийского общества слепых было советское время то есть пришли военнослепшие которые ничего не боялись это были грамотные люди директора заводов инженеры ученые они когда пришли вот именно в общество слепых то здесь пошел большой сдвиг у нас если вот так вот говорить советский период общество было все российского общества слепых это было государство в государстве то есть это отдельное министерство было на деньги вот людей которые работали на этих предприятиях строились дома дома отдыха санатории ну то есть они зарабатывали деньги которые могли позволить себе и работать и отдыхать а сегодня я вам так опять вот я почему сказал вот то что раньше инвалиды по зрению 1 2 группа до ездили в эти санатории отдыхать сейчас когда это все выходит на тендер да и в этих санатории социальной защиты не дают путевки а если дает очень мало хорошо тогда правильно я понимаю что вот все внешние атрибуты да вот проводится месячник белой трости висят баннеры на дорожках на пешеходных переходах сделаны специальные направляющие всевозможные таблички со специальным шрифтом для людей которые либо не видят либо плохо видят то есть это все всего лишь внешние атрибуты а внутрь ничего не изменилось нет я вам скажу конечно изменилась потому что прогресс идет если в этом отношении во первых появились телефоны с голосовым помощником то часы потом тактильные плиты вот у нас городском округе да дальше звуковые светофоры но ты к сожалению сейчас тяжело трудоустроиться просто не хотят брать ну во первых у нас есть по программе то есть ты даже типа так сказать будем обязывают предприятия взять инвалидов да но им легче заплатить штраф чем во первых нужно трудоустроить рабочее место понимаете это нужно обеспечить ему подход к этому предприятию да и много из много аспектов которые очень много дать и не хочет делать да и очень дорого и потом вы знаете если инвалид устроился да то его уже невозможно уволить скажите а получается тогда что вот человека не берут на работу а как же жить нет ну вот у нас москве есть предприятие кстати очень хорошо трудоустроены люди и так ну зарабатывает не меньше 30 в городском округе люберцы как с этим у нас с этим у нас плохо у нас я говорил наверное или нет что в девяносто первом году работала 412 человек а сейчас работает давайте мы обратимся сейчас с помощью вот нашей программы может быть эта проблема как-то все-таки рассмотрит в ближайшее время вы знаете эта проблема давно стоит и на более высоком уровне чем нас город наш городской округ дело в том что что для хорошо что для решения этой проблемы нужно деньги какие-то законы государственная дума должна какой-то закон утвердить ну во первых желание прежде всего нужно людям тем кто хочет это сделать потому что если вы закон примите вот у нас есть например а квот квотах и для инвалидов по зрению но они же не было они не выполняются я говорю им легче заплатить чем то есть по закону даже не получается к сожалению нас не так много времени понятно что проблема существует но вернемся к месячнику белой трости я вот что хотел спросить перед тем как хочу предложить вам все-таки вы у нас артист радио театра мы с вами тоже коллеги радио в моей жизни играет особую роль при этом вот я хотел о чувствах поговорить о том как живет человек который не видит что это за мир потому что можно нам зрячим говорит все что угодно мы об этом не думаем но мы всегда реагируем на людей которые либо не видят либо не могут говорить и так далее но немножечко когда ну ладно другой некоторые просто говорят чужой не мое и подальше отходит а как живет люди как живут люди какие у них ощущения как они чувствуют мир вы знаете во первых у меня вот дипломная было преодоление психологического стресса поздноослепших то есть не все могут именно адаптироваться к данной ситуации я узнал одного доктор наук профессор в питере преподает но он сам самостоятельно не может и двух шагов сделать то есть его привезли вот он стал лекция читал ушел и увезли умничка но боится это вот ну психологически преодолеть себя нужно и я помню например вот по истории вспомнить василий ярошенко во первых поэт был но до того он ориентировался в пространстве что он мог спокойно прийти на берег речки раздеться нырнуть проплыть на тот берег потом опять вернуться и точно выйти том месте да откуда вот именно заходил в воду вот я хочу 5 человек который теряет зрение который знает да как выглядит мир скажем так он если его правильно помочь ему реабилитироваться то наверное может быть и легче жить а вот человек который никогда не видел вот какие ощущения что это за мир как он ощущает людей как он ощущает солнце зима лето как ну во первых нужно просто знать на что на движение он не может ориентироваться как вот машина там проехал или что-то еще солнце это тепло то что он это ощущает холод холод да у них свои ощущения вот этого всего понимаете я то поздно потерял зрение поэтому я помню и лес какой и речка какая и движение я с удовольствием как вы говорите до реабилитироваться как нужно убедить себя в том что это невозможно вернуть назад и как все-таки ну вы знаете победить этот эту проблему внутри себя я скажу вот немножко себе например да когда я потерял зрение я думал что же зашешь меня так наказали тогда а потом подумал да ничего подобного просто в таком виде вот каком я есть я должен помогать людям ну по моему самая самый лучший способ тогда и самому наверное легче и я знаю что я сильный человек это прежде чего надо ощутить это и я говорю себе всегда если не я то кто понимает никого сечки рос по поэтому но педагог реабилитолог я думаю что те люди которые ну может быть столкнулись уже с этой проблемой сейчас слышат нас или еще и со зрением у них более-менее в порядке но чувствует что зрение падает к этому она тоже нужно готовиться как наверно к любой болезни которая может нас к сожалению настигнуть николай васильич ну и финале нашей программы вы помимо того что педагог реабилитолог за что вам большое спасибо еще артист радиотеатра гомер вот я не имею права не спросить вас чем нас порадуете я хотел бы вам прочитать небольшой такой эстрадный монолог подарки лена измайлова давайте не знаю как у вас а у меня часто возникают трудности с выбором подарка когда мы идем женой на день рождения или приближается новый год жена бегает суетиться какой и платье надеть да какую прическу сделать а я ломаю голову что подарить чтобы человеку приятно было и по деньгам уложиться вообще все подарки делятся на две категории первое это фиг нам кто это подарит а вторая нафиг нам никому не нужны правильно я говорю вообще вот для себя эту проблему я решил так вот все что мне подарит на день рождения я потом в течение года раздариваю но тут главное не промахнуться вот я помню на прошлый мой день рождения пришли родственники друзья гости и все подарили мне подарки я вот глянул и обалдел вот все что я им целый год дарил все назад ко мне вернулось самый сложный день рождения ну в смысле подарка это день рождения жены вот я заметил приходишь ювелирный магазин подарок для жены покупать продавщица всегда спрашивает вам для жены или подороже а мне для жены и подороже потому что по стоимости подарка она оценивает как я ее люблю и у меня всегда стоит очень сверхсложная задача купить подороже но за небольшие деньги ну в наше то время пожалуй с подарками будет попроще надо только внимательно смотреть за ведомостями которые приходят к нам в течение года вот помните несколько лет назад вели налог на недвижимость этим летом опять услуги жкх подорожали и я бы не отказался если бы мне на мой день рождения подарили оплачиваемую квитанцию жкх сомневаетесь что это хороший порядок подарок зря пусть это обыкновенная панельная двушечка но радостные возгласы объятия и поцелуя вам обеспечены если же вам покажут что это слишком дешевый подарок добавить сюда оплачиваемую квитанцию на недвижимость если слишком дорогой то рассмотрите вопрос в качестве подарка для одаряемого ну например проездной на транспорт людям возрасте надо дарить лекарства и не думайте что они ведь что они обидятся усмотря в этом намек на их возраст ведь при нынешних ценах на медицинские препараты мы еще задумаемся покупать их или авось рассосется нет конечно есть на некоторые на многие лекарства наши отечественные препараты но не будет ли вас грызть через сомнения а ну как импортные лучше поэтому смело дарите лекарства а вот туристические путевки ни в коем случае не дарите потому что при той скорости как быстро становится банкротами туристические агентства это просто деньги на ветер вот знаете смотрю я на все это на рост цен тара теракты допинг спорте и невольно думаю что скорее всего господь бог устал увещевать людей быть добрее и махнув рукой с грустью сказал а дело ваше делайте что хотите так что чего ждать от жизни сейчас я не знаю но на всякий случай еще подошло не косички рвас да это мало клёна измайла я так понимаю большое вам спасибо мы хотим пожелать вам и всем кто знает что такое белая трость что причем с обеих сторон и те кто этой белой тростью пользуются и те кто помогает пользоваться всем мы с вами люди поэтому надо не только месячники устраивать но и не забывать о таких людях течение года течение года каждый день если вы увидите человека с белой тростью то не нужно переходить на другую улицу а может быть нужно просто ему помочь спасибо большое николай силич педагог-реблитолог артист радио театра гомер николай кирова с был гостем нашей программы с вами был николай пивненко эта программа открытый диалог всего доброго до спасибо спасибо